Автодорога Тверь, рождественная 1 мая. При движении автомашина Volkswagen Passat съехала в кювет и опрокинулась. Три человека, находящихся в салоне, вылетели из машины. В результате происшествия двое ранены, один погиб. По данным ГИБДД, детей в салоне не было. Две машины столкнулись в Оржеве. ДТП произошло при встречном разъезде. Пострадали пассажирка и водитель невиновной автомашины. Угрозы их жизни нет. Водители, столкнувшиеся автомобилей, были трезвы. По поручению председателя Следственного комитета России, следователи в регионах продолжают сбор и фиксацию доказательств совершения преступлений против мира и безопасности человечества, на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. В ряде регионов России, в том числе в Тверской области, сотрудники Следственного управления СК России проводят допросы вынужденных переселенцев в качестве свидетелей, а при наличии основания они признаются потерпевшими. Мы рассказывали о судьбе вынужденных переселенцев, с которыми встретились сотрудники Завожского международного следственного отдела города Твери. А это встреча следователя Следственного управления в Конаково с четырьмя жителями Донецкой и Луганской народных республик. Люди приехали к своим детям, которые проживают на территории Тверского региона с 2014 года. И снова рассказ о постоянной стрельбе, чувстве страха, боязни выйти на улицу. Взяв необходимые документы и вещи, люди бежали из своих домов. Сначала доехали до Ростова-на-Дону, затем до столицы России и в Тверскую область к родным и близким. Это очень больно, страшно. Ужас. Ничего не скажешь, ужас, и то тебя никто не поймет. Вот они сейчас начали понимать немножко, и то по им же не стреляют, так как они по нас стреляли. Если сидишь в комнате, имя от тебя летит огненный шар. Как можно относиться к этой власти, к этому народу? О наших встречах с другими вынужденными переселенцами из Донецка и Луганска мы будем рассказывать в патрульной службе. Субтитры создавал DimaTorzok